Сократить срок полномочий депутатов регионального парламента 4-го САЗЭВа предложил руководитель фракции коммунистов областной думы Николай Паршин. Об этом депутат заявил на традиционной встрече с журналистами в преддверии Нового года. Мы на ближайшем заседании, в следующем году наверняка это будет, будем предлагать все-таки вопрос о досрочном прекращении полномочий Вагоградской областной думы ровно на год, чтобы сэкономить гигантские средства, в том числе для наших избирателей, для тех социальных программ, которые они очень любят ими прикрываться. Ну вот, я думаю, что это достаточно большие средства на фонде заработной платы и так далее. Мало того, что сейчас рассматривается предложение о том, чтобы все-таки половина только избранников получала заработную плату. Сейчас право есть у этого у всех. На мой взгляд, это тоже стоит рассмотреть этот вопрос для того, чтобы уменьшить расходы на содержание представительного законодательного органа власти. В ходе встречи с журналистами Николай Паршин также озвучил последние данные по сбору подписей, организованную коммунистами. Мы сегодня подвели итоги предварительно перед Новым годом. Мы сейчас людей не будем терроризировать. Но у нас, во-первых, все-таки это не переименование, а возвращение города Сталинград. Мы сейчас, это у нас не новая акция, это продолжение нашего референдума. Просто единственное, мы сейчас обновляем эти подписи. Сейчас на сегодняшний день 33 тысячи по Сталинграду. Это по всей Волгоградской области. Что касается Бакаря, ну там чуть меньше, мы чуть больше 20 тысяч собрали. Поэтому, ну это опять же не самоцель. Для нас стоит задача вопрос поднять, о том, чтобы люди понимали. Люди с охотой подписываются на самом деле. И нам надо собрать 35 тысяч подписей, чтобы инициировать этот вопрос через Волгоградскую городскую думу. Для того, чтобы вопрос об отставке. Кстати говоря, это в полной их компетенции. Они могут это сделать на раз, на следующем заседании, например. Но дело-то в том, что и думать надо тоже. Я уже сказал, распускать ее тоже. Вот, поэтому я думаю, что к 21 января у нас будут оформлены эти подписи. И мы, у нас два пути. Первый путь это официально подать и зарегистрировать инициативную группу о том, чтобы инициировать вопросы об отставке. И второй путь это просто дальше раскачивать общественное мнение. Потому, что в любом случае, без того, чтобы... Вот мы сейчас его, например, он уйдет в отставку. Но ситуация-то останется прежней, она значит другого. Но сама система, которая построена сейчас в городе Герои, система управления, она приводит к тому, что кого не поставив, придет Собака, за ним придет Лисичкин какой-нибудь. Или, не знаю, Гусев. Ситуация-то не поменяется. Она поменяется только в том случае, если система управления будет изменена. Во-первых, это должен быть всенародно избранный глава города. Во-вторых, надо менять систему управления города, уходить от этой раздутых штатов районных администраций. Ну, 8 районов города. Я понимаю, что есть определенная, так скажем, самобытность, история и так далее. Но управлять, надо уменьшать количество районных администраций. Они ничего не носят, никакой функции абсолютно. Управленнических. Они все равно все сводят в единый центр. А зарплаты, а бухгалтера, а машины и так далее и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, сейчас вот в этом надо было оптимизировать. Не Михайловку с Михайловским районом обвинять, а в городе Волгороде порядок наводить. Оценивая облбюджет 2013, который был принят облдумой 20 декабря, коммунист Паршин обратился к Вильяму нашему Шекспиру. Нет повести печали на свете, чем повести о бюджете Волгоградской области. И действительно, бюджет, который у нас в 2013 году ожидает, это, конечно, печальный документ. На самом деле, при всем при том, что коллеги по Думе из большой фракции очень оптимистично смотрят в будущее, говоря о том, что бюджет продолжает оставаться социально ориентированным. Но на самом деле, по факту, это только ширма, которая прикрывает те проблемы, которые существуют у нас сейчас. Это то, что у нас фактически свертываются социальные программы, большие и крупные, это как и молочные кухни, это отсутствие индексации всех других социальных выплат. Мы пытались в бюджете протащить, так скажем, повышение детских пособий хотя бы на 100 рублей. Ставили вопрос о индексации выплат, например, как это правильно, ветераны труда Волгоградской области, ну и ряд других выплат, которые на самом деле не индексируются уже несколько лет. Возвращаясь к теме предстоящих выборов мэров Волгограда и Волжского, Николай Паршин заявил, что кандидатура от Компартии общественности будут представлены уже в январе 2013 года.